Врасплох не застал. Сильным снегопадом, который начался в выходные, городские службы благоустройства совладали. Работают круглосуточно в усиленном режиме. Кроме того, в зоне повышенного внимания коммунальных служб комплексно отремонтированной дороги, находящейся на гарантийном содержании подрядчиков. Всего же на уборку улицы вышли почти 300 единиц спецтехники. Парк уборочных машин муниципального предприятия благоустройства оборудован системой ГЛОНАСС. Она позволяет специалистам отслеживать работу спецтехники онлайн. Зима у нас каждый год, поэтому в принципе это штатный режим работы. Единственное, что для нас всегда остается проблемой, это брошенный припаркованный автотранспорт. А вот во дворах сугробы все еще лежат. Справились на отлично только муниципальные управляющие компании. К ним замечаний по уборке придомовых территорий и внутриквартальных проездов не было. А частные управляющие организации не проявили должной оперативности. Дороги открыты в полном объеме. Есть замечания по неоткрытому борту дорожному. То, что касается уборки внутридомовых территорий. Работа была организована, но результаты, хочу сказать, сразу оставляют желать лучшего. Во время снегопадов такое промедление в работе дворников неприемлемо. Глава города Олег Фурцев поручил департаменту городского хозяйства и экологии, а также районным властям и административным комиссиям взять этот вопрос на особый контроль. Если ситуация не изменится и во дворах будут снежные завалы, управляющие компании могут лишиться лицензии. Проверяет дворы и прокуратура. Опять же, нарекания к управляющим компаниям за бездействие в снегопад им может грозить штраф в 250 тысяч рублей. Все загодя знали о том, что будут такие осадки, что будет большой снежный покров. Об этом мэрия города своевременно направляла уведомления. Мы инициируем перед Государственной жилищной инспекцией проверки в отношении управляющих компаний и ТСЖ, которые в свою очередь ответственны за уборку внутри дворовых территорий. Спрашивать управляющих компаний будут из-за неочищенной от снега и сосули крыши. Здесь тоже коммунальщикам медлить нельзя. Из-за перепадов температуры кровли домов могут довольно быстро обрасти сосульками. Начиная с этой ночи производится объезд дворов и в рамках своих полномочий в части административных комиссий выявляются факты недобросовестной очистки, некачественной и своевременной. В ближайшее время коммунальщикам придется работать стахановскими темпами. И не только им. Неубранных участков остаться не должно. За чистоту тротуаров около киосков и магазинов отвечают их владельцы. Придомовые территории – зона ответственности управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Уборку незакрепленных территорий должны контролировать заместители глав районов по вопросам ЖКХ. Администрация города призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а также не оставлять транспортные средства вдоль обочин дорог, чтобы не создавать препятствия для уборочной техники.